Они неповоротливые, почти неподвижные и с виду напоминают многоэтажный дом на воде. Но внутри этого дома на свет появляется то, за что люди будут платить миллионы долларов. Что знает о добыче алмазов обычный среднестатистический человек? Ну, первое, это то, что алмазы залегают где-то там глубоко под землей. Второе, это то, что их добывают либо в карьерах, либо в рудниках, а затем уже увозят на фабрику, чтобы окончательно извлечь. Вроде бы и все. Нет, на самом деле не все. Есть как минимум еще один способ. Вот эту конструкцию можно смело назвать уникальной. С одной стороны, это и не судно, с другой стороны, это и не дом. По факту, это полноценная, настоящая обогатительная фабрика. Ну, только на плаву и в миниатюре. Но мало кто знает, что происходит там, внутри нее. Как из этих мутных вод удается извлечь крохотные кристаллы алмазов. И сегодня мы не только расскажем, но и покажем вам, как это делается. Здесь не ездят карьерные самосвалы или тяжелые экскаваторы. Здесь даже нет шахтеров. Но это не мешает тем, кто здесь работает, выдавать стране самые ценные и уникальные кристаллы в мире. Люди уже давно поняли, алмазы не всегда залегают под толщей земли. И чтобы добраться до них, вовсе не обязательно копать огромные карьеры и строить глубокие шахты. Часть драгоценных камней лежит буквально на поверхности. И чтобы поднять их оттуда, нужно что-то особое. Так и была придумана алмазодобывающая драга. Все начинается еще ранней весной. Прежде чем добывать алмазы, комплекс, который это сделает, нужно освободить от льда, так как он стоит на воде. Но как это сделать? Ведь толщина льда в этих местах порой достигает более метра. Нет, конечно, обогатители могли бы подождать, пока он растает сам. Или чтобы драга его разрушила вокруг себя черпаками. В первом случае каждый день простоя обогатительного комплекса обошелся бы горнякам слишком дорого. Во втором случае механизмы драги скорее всего повредились бы, что тоже привело бы к дорогостоящему ремонту и убыткам. Поэтому вот уже много лет, каждую весну, здесь начинается не совсем обычная работа. Драгу буквально вырезают из ледяного плена. Да, именно вырезают. Полигон, где стоит комплекс, сначала, как на бумаге, расчерчивают. Затем подгоняют тяжелую технику. Тракторы специальными пилами нарезают лед, как пирог на одинаковые части. Когда все готово, стропольщики зацепляют льдину и уже более мощные тракторы вытягивают глыбу. На счету здесь буквально каждый час. Чем быстрее драгу освободить от льда и запустить в работу, тем больше она добудет алмазов. Но спешка все же не приветствуется. На первый план здесь ставят безопасность. Люди находятся у открытой воды и среди огромных глыб льда, по которому к тому же движется тяжелая техника. Поэтому осторожность здесь никогда не была лишней. Когда драгу запустят, ей предстоит безостановочно проработать около 200 дней. Столько примерно длится один промывочный сезон с апреля по ноябрь. Вообще драгу можно сравнить с неким гигантским земляным червем, что ли. Она также поглощает грунт, перерабатывает его, оставляет нужное в себе, а остальное выбрасывает позади себя. Путь алмаза начинается вот так. 80 черпаков, каждый весом в тонну и объемом с бочку, днем и ночью поднимает грунт. В нем-то и прячутся драгоценные кристаллы. Попав внутрь драги, они проделают довольно извилистый путь, прежде чем увидят свет. На первом этапе никаких кристаллов здесь, конечно, не увидишь. Поэтому сначала все это нужно как следует промыть. Материал вначале отправляют в такую длинную 12-метровую сетчатую бочку. Скрубер, как здесь говорят. Вращаясь, она отсеивает прочь все, что крупнее грецкого ореха. Булыжники, валуны, комки глины. В общем, все лишнее, что драго поднимает из воды. Это попадает на транспортер и выбрасывается обратно наружу. Все, что дражная бочка посчитала нужным оставить, теперь нужно рассортировать. Или, как говорят обогатители, классифицировать. Проще говоря, рассеять по размеру. Так пески с алмазами отправляются на следующий этап. Здесь шнеком, словно от какой-то гигантской мясорубки, воду с материалом специально взбаламучивают. Таким образом, классификатор, а именно так называется этот агрегат, отделяет от песков шламы. Их вместе с водой тоже выбрасывают запор. И вот теперь материал с алмазами предстоит рассеять. Когда-то люди занимались этим вручную, стоя по колену в воде с обычными ситами в руках. Времена изменились, сейчас сита стали немного побольше. Вручную, естественно, ими уже никто не управляет, управляет двигатель. Да и называются они уже теперь не сито, а грохоты. Принцип действия предельно, опять же, простой. Полотно вибрирует, материал просыпается вниз. Но объяснять, почему он называется грохот, я думаю, никому не нужен. Лучшего способа избавиться от лишнего, кроме как промыть пески водой, пока не придумали. Поэтому алмазный поток снова и снова промывают. В этой отсадочной машине принцип уже другой – разделить пески по весу. Извлечь алмаз не так-то просто, поэтому здесь стараются использовать любые его свойства. Например, когда-то ученые узнали, если кристалл поместить в рентгеновские лучи, он начнет светиться. Эту особенность решили использовать и сконструировали так называемые рентгенолюминосцентные сепараторы. А это и есть те самые RLS – рентгенолюминосцентные сепараторы. Внешне выглядят, в принципе, не очень эффектно. Вот такие железные сепара есть, но внутри нитка и находится, собственно, все. То, ради чего все это и затевалось – алмазы. Но алмазы нечистые, именно здесь их извлекаются. Принцип довольно простой. Кристалл облучается рентгеновскими лучами. Специальные фотоэлементы это фиксируют и делают кратковременную сжатую струю с воздуха. Она-то и выбывает кристаллы с пустой породы. Все остается только дальше уже получить алмазы. Но на этом далеко не все. Все алмазы разные по размеру. А значит, каждый кристалл здесь пройдет своей дорогой, прежде чем появится на свет. Какие-то будут облучать, другие смешивать со специальными присадками, третий несколько раз промывать и просеивать, а затем еще раз промывать и снова просеивать. Все для того, чтобы получить на выходе чистые кристаллы алмазов. Какой бы неповоротливой ни казалась драга, она никогда не стоит на месте. Рано или поздно весь алмазоносный песок вокруг себя она вычерпает, и ее нужно будет переместить дальше. Но как это сделать? Ведь никаких винтов у нее нет. И конструкторы решили, раз это не судно, значит оно не будет плавать. Оно будет шагать. Причем на своих ногах. На драге установлены вертикальные сваи, всего их две. На одну из них драга постоянно опирается, а с помощью другой перемещается или, как здесь говорят, зашагивает. Как только комплекс нужно переместить вперед, их поочередно поднимают. Две лебедки, связывающие драгу с берегом, натягивают то один трос, то другой, и весь комплекс медленно перемещается. Вот и получается, что драга как бы шагает по дну, напоминая при этом некоего гигантского робота на механических ногах. За один промывочный сезон драга вот так прошагает примерно около трех километров. Обычному человеку, чтобы пройти это же расстояние, понадобится, ну, менее часа. Этому же комплексу не менее семи месяцев. И за это время драга отработает площадь в несколько футбольных полей. Управляет всем этим шагающим полудомом-полусудном всего один человек. Нет, за работой всех механизмов и оборудования, конечно, следит целая команда, но вот непосредственно, если и так можно выразиться, рулит один. Занимается этим человек довольно редкой профессии. Задача драгера не просто сидеть и смотреть в окно, но еще и следить за множеством параметров. Ну, а это, можно сказать, своеобразный центр управления. Здесь это называют драгерка. Сюда стекается вся основная информация о работе драги. Причем на всех ее основных переделах установлены даже камеры видеонаблюдения. И здесь вот можно на мониторах наблюдать, что и где происходит. Таким образом, люди, которые здесь работают, здесь находятся, всегда в курсе, что происходит в самых отдаленных уголках драги. А следить тут есть зачем. Например, с какой глубины идет черпание песков, с какой скоростью и куда движется драга, все ли системы на ней работают так, как нужно. Техника есть техника, и случается всякое. Например, на каком-то участке может скопиться больше грунта, чем положено, и оборудование попросту не успеет его обработать. Тогда сразу же нужно выяснить, что и на каком участке случилось. Юля, посмотри первый аппарат. Работа этих людей далека от офисной. Здесь, например, нельзя отлучиться по делам даже на минутку. Выйти поболтать с коллегами или сбегать за перекусом в магазин тоже не получится. Слишком дорогой может оказаться здесь цена такой халатности. Да, я прекрасно понимаю, что сейчас вы ждали, что мы покажем вам конечный результат всего этого долгого и непростого процесса. Но, увы, алмазы на драге никогда в жизни не увидит даже большинство работников этой драги. Ну, разве что только в магазине в виде готовых колец, колье или серег с бриллиантами. Ценные кристаллы на драге опечатывают и сразу же увозят. И все потому, что их уже ждут здесь, в центре сортировки алмазов. У этих драгоценных камней начинается новый путь. Здесь их пристально изучат, еще раз рассортируют и уже отправят в Москву. Там-то им и дадут окончательную стоимость. А в это время за тысячи километров от столицы страны продолжит свой неторопливый ход обогатительный комплекс, готовый каждый год вновь и вновь выдавать стране алмазов примерно на 30 миллионов долларов. Продолжение следует...